Здравствуйте! С вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Весна плавно, но уверенно подходит к концу. Солнечная погода иногда сменяется легким дождем. Температура воды стремительно повышается. Большинство видов рыб уже отнерестились и радуют рыболову сезонным жором. В этом выпуске мы с вами поговорим о ловле карпа, чихони, красноперки, окуня и леща. Но обо всем по порядку. Погода ожидается теплая и преимущественно солнечная. Местами на протяжении всей недели возможен легкий дождь. Температура воздуха днем будет держаться в пределах от плюс 17 до плюс 23 градусов, а ночью от плюс 9 до плюс 13. Атмосферное давление будет пониженным от 740 до 750 мм ртутного столба. Погода уже более-менее стабилизировалась, и стоит больше внимания уделять фазе Луны. От которой также многое зависит. В понедельник нас ждет новолуние. До среды клев немного притихнет, но улов, конечно же, будет зависеть от опыта и умения рыболова. Карп с начала мая все чаще посещает мелководье в поисках хорошо прогретой воды. Чаще всего он держится неподалеку от коряжников или прибрежного тростника. Там он питается свежей водной растительностью и остатками прошлогодней. Ловля этой рыбы проходит в основном на фидер или поплавочную удочку. Карп в мае бывает очень капризным, поэтому советуем заготовить сразу несколько насадок. Самыми ходовыми будут червь, опарыш и кукуруза. Но случается, что берет только на тесто или распаренную крупу. Удилище для ловли с берега должно быть достаточно длинным, чтобы делать удачные забросы и в то же время очень прочным. Чихонь очень редко является преднамеренным объектом ловли, но ее вылов всегда неплохой бонус для рыбака. Для ловли этой рыбы в мае вам понадобится поплавочная или нахлыстовая снасть. Также практикуется ловля на спиннинг. Чихонь крайне редко подплывает к берегу. Для удачного заброса удилище должно быть длиной как минимум 5 метров. Толщина лески должна быть не более четверти миллиметра, а поводок до 0,2 миллиметров. Любимым местом стоянки красноперки в мае являются небольшие каменистые платы, глубина которых не превышает 2 метров. Ранним утром ее можно встретить возле берега, где она питается упавшими в воду насекомыми. Для ее ловли вам понадобится обычное баллонское удилище длиной около 4 метров с безинерционной катушкой. В качестве прикормки отлично подойдут разваренные зерна пшеницы. По ненасытности окуня можно сравнить лишь со щукой. В мае полосатый хищник довольно часто посещает прибрежные участки в поисках малька или насекомых, и лишь насытившись уходит на коряжники, перекаты и бровки. Ловить его в этом месяце можно практически на любую снасть – на донку, поплавок или спиннинг. Катушку для ловли окуня лучше взять безинерционную, с леской сечением в 0,2 миллиметра. Лучше всего эта рыба ловится на малька или небольшие серебристые блесны. Лещ становится все более предсказуемым. По утрам и вечерам он посещает одни и те же участки в поисках пропитания. Местами эта рыба проявляет активность в темное время суток, что следует учесть любителям ночной рыбалки. В мае леща обычно ловят на поплавочное удилище, оснащенное безинерционной катушкой и леской с сечением в 0,16-0,18 миллиметров. Поводок берут несколько тоньше – до 0,14 миллиметров. Чистота и резкость поклевок в этом месяце сильно зависят от замутненности водоема. Чем вода мутнее, тем увереннее себя чувствует рыба. Подведем итог. Карп все чаще посещает мелководье. Ловим на фидер или поплавок. Чехонь будет держаться среднего течения. Ловим на спиннинг или нахлыстовым удилищем, на блесну или мушку. Любимым местом красноперки станут неглубокие каменистые плата. Ловим на баллонскую удочку, а в качестве приманки используем распаренную крупу. Окунь будет часто охотиться недалеко от берега. Ловим на спиннинг, на блесна средних размеров. Леща ловим на поплавок, на червя или мотыля. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке. Не забывайте о нормах вылова и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова